Вооружившись перчатками и мешками для мусора, под музыку демногорцы вышли на уборку в лягушатнике. Так они ласково называют свою заводь на берегу Енисея. Местная молодежь решила ее благоустроить. Приняла участие в грантовом конкурсе эко-проектов от N-Plus Group и выиграла. Компания выделила почти 400 тысяч рублей. Это место ассоциируется с детством, это место ассоциируется с каждым жителем города. И поэтому я считаю, что победа в этом конкурсе, она важна не только для нашего молодежного совета или для нас лично, она важна для города. Потому что это огромный плюс в копилку города, это огромный плюс в жизнь наших горожан, которые вновь начнут сюда приходить со своими детьми, как это было 20-30 лет назад. Благоустройство лягушатника на минувших выходных переросло в эко-фестиваль. Его организаторы говорят, выиграть в грантовом конкурсе было непросто. Участвовали проекты с нескольких регионов России. Поэтому победа особенно ценная. Местные волонтеры рассказывают, приводят лягушатник в порядок уже несколько месяцев. Мы ходили в эко-патрули вместе с ребятами, мы собирали здесь мусор. То есть после выходных гости города на нашей набережной побывали, набридали на это место, вставляли здесь мусор. То есть после выходных практически каждый выходной мы приходили и убирались. Грантовый конкурс, организованный холдингом «Н-Плюс Групп», является частью программы «Мир со знаком плюс», которая была запущена по инициативе основателя компании Олега Дерипаска. В этом году в нем победило три проекта из Красноярского края, в том числе эко-пространство «Лягушатник». Помимо санитарных мероприятий в течение трех месяцев, волонтеры учили местных жителей экологичному поведению, а организаторы проекта пообещали установить на берегу два больших настила. За это время мы выяснили, что сюда стали приходить заниматься йогой. Вот этот момент, да, был очень интересный. Мы поняли, что проект не просто так. Мы поняли, что он кому-то нужен. И когда девушки узнали о том, что мы здесь еще и настилы сделаем, они сказали «Ура! Вау!». Эко-фестиваль на выходных стал финальным аккордом. Для всех гостей выступали местные артисты. На площадках полезные мастер-классы. Участники могли смастерить ловца снов, поиграть в ПК-шашки, посмотреть на выставку картин и фотографии лягушатника. И, конечно, не обошлось без благодарности. Наградили волонтеров, победителей фотоконкурса и партнеров проекта. Стефания Микишова, Софья Толстопятова, Илья Гришан. Новости Прима.